Настало время подвести информационные итоги о рабочих будней в эфире «Неделя в Тагиле» в студии Алла Кузнецова. Здравствуйте! Вначале коротко об основных темах. Пропал солдат, срочник из Нижнего Тагила. Артур Мясников буквально исчез из расположения роты в городе Чебаркуль. Родные в панике. Что произошло? Сквозь дым областные соревнования по газодымозащите прошли на базе 54-й пожарной части. Почему с заданием справились не все? Состав олимпийской сборной сменился в команде только дети. На стадионе «Спутник» развернулись малые олимпийские игры. Какие испытания ждали спортсменов? Примет ли Тагил беженцев из Украины? Расскажет гость рубрики «Прямая речь». Замглавы города по социальной политике Валерий Суров. В начале программы о новостях пятницы. Отрава на прилавках, качество продуктов в Нижнем Тагиле ухудшается. Ежегодно регистрируются случаи массовых пищевых отравлений. Вопрос об этом был поднят в администрации города на совещании по обеспечению продовольственной безопасности. Ситуация требует принятия решительных мер. Я хотел бы предупредить, что мы будем подавать суд с требованием закрытия магазинов и вообще сети. Будут прецеденты. А также с организацией массовых бойкотов и протестов против того, чем в отдельных сетях пытаются кормить и продавать. Начинаем борьбу с этими людьми. Будем поднимать общество. Главный санитарный врач Юрий Бармин доложил, в городе продают лишь 10% продуктов собственного производства. Остальное завозят из других регионов России и за рубежа. К этому наибольшие претензии. Предприятия торговли и общепита выставляют на прилавок некачественные продукты, зачастую игнорируя требования Роспотребнадзора. Ужесточить контроль необходимо, в том числе проводя внеплановые проверки по жалобам жителей. Чтобы пресечь поставки некачественного продовольствия, Сергей Носов поручил организовать на въезде в город специальный пост. Тагильчанка ищет сыном солдат-срочник Артур Мясников пропал из расположения роты в городе Чебаркуль 14 июня. Родные в панике. Вот уже почти две недели никто не может понять, куда и почему исчез призывник. Никаких факторов, которые бы я отметить могла, никаких моментов устрашающих я, по крайней мере, в этой воинской части не увидела. Чтобы могло его сподвигнуть на ход из воинской части самовольно. В последний раз голос сына Эльвира Мясникова слышала 11 июня. Тогда рота вернулась с полевых учений. Потом Артур на звонки не отвечал. По факту исчезновения юноши заведено уголовное дело. О том, какие версии выдвигают, смотрите в расширенном репортаже в итоговом выпуске новостей в понедельник. Экстренное предупреждение пришло сегодня из Урал-Гидромета. 29 и 30 июня в Свердловской области ожидаются сильные дожди с грозами и порывистый ветер. Возможно, повреждение кровли зданий или несвязи электропередач. Повал деревьев, а также резкие подъемы уровней воды в небольших реках, подтопление участков поймы. Будьте готовы к сюрпризам небесной канцелярии. Сквозь дым найти пострадавшего на ощупь и потушить пожар. Задача для участников областных соревнований по газодымозащите. Они прошли сегодня на базе 54-й пожарной части. Почему справились не все? Подробности далее. В дымящую камеру он идет без страха. В Заречном Антон затушил немало пожаров. Опыт работы солидный. Сегодня хотел показать свою храбрость и в нашем городе. У нас в данный момент стояла задача спасти человека и локализовать очаг. И все. Ну и сбить мячик. Но приступить к своим обязанностям Антон так и не смог. Как оказалось, спасательная операция сорвалась с самого начала. Водитель не смог забрать воду из бака. Такого объема воды огнеборцы из Заречного не ожидали. Скорее всего, слабо протянули полукайки на всасывающем рукаве. И сгиб склон. Уровень воды больше. Самый высокий просто. В части тренировался, все было нормально. Сейчас уровень воды больше, поэтому не получилось забрать. И этот отряд не единственный, у кого возникли сложности на этапе развертывания. Проблемы были у всех 18 команд. Время, как и в жизни, ограничено. Всего за 10 минут должны сработать пожарные. Установить машину на водоем, забрать воду, проложить магистраль, спасти людей и потушить возгорание. Не менее важный этап соревнований – одевание боевого комплекта. Рекордное время – 20 секунд. Учитывается критерий застегивания всех составляющих боевого одежды, застегивания пояса, одевания газа и всего, что есть. Практика практикой, уверены пожарные. Но и без теории – никуда. Проверка знаний стала самым спокойным этапом соревнований. Справляются все пожарные части. Первый вопрос. Первый вопрос. Областные соревнования по газо-дымозащите проводят каждый год. Тагильские команды дважды их пропустили. Некогда было, говорят. Пожаров много. В этот раз ситуация в городе относительно спокойная. Правила, конечно, изменяются. У нас и техника есть, усовершенствуются, аппараты новые приходят. Соответственно, каждое что-то новое, если у нас поступает, какие-то требования, правила изменяются. Опыт, рассказывают команды. Для них главная награда в соревнованиях. В следующем году обязательно проверят свои силы еще раз. Дарья Ахнычкина, Павел Охотников, Егор Егошин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Состав олимпийской сборной сменился теперь в команде только детям. На стадионе «Спутник» сегодня развернулись малые олимпийские игры. Какие испытания приготовили для юных спортсменов. Об этом Дарья Ахнычкина. С троем идут за победой. Они еще совсем малыши, но уже могут побороться за звание чемпионов на Олимпийских играх. Опыт соревнований у ребят из детских садов «Объединение детства» есть. В том году у нас были разные виды бега, разные дистанции. Остафета, 50 метров и так далее. То есть, мы говорим, олимпиада начиналась, вообще зарождалась с бега. Это в том году были разные виды бега. В этом году у нас уже мы разнообразили. Перемены задачи детям усложнили. Теперь, помимо остафеты, здесь и метание мячей, и прыжки. Но это юных атлетов не смутило. Преодолевают этапы легко. Многие из них уже спортсмены закаленные. Роман, к примеру, увлекается фигурным катанием и так вондо. Сегодня он победил в забеге. Мне Бану сказала, как правильно, чайкин, поэтому я хорошо бегала. Более 200 олимпийцев борются за награды на стадионе «Спутник». Все 26 детсадов стремятся проявить себя с лучшей стороны. Поддерживает игры и администрация города. Это позволяет детям раскрыть свои способности, сформировать навыки здорового образа жизни. Пока, конечно, рано в этом возрасте говорить о том, что они сформированы. Но мы надеемся, что это очень повлияет существенно на будущее в жизни человека. Традицию детских олимпийских игр в Нижнем Тагиле намерены продолжать. В следующем году хотят привлечь и родителей. Дарья Ахничкина, Павел Охотников, Егор Егошин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Будущее Тагила в их руках. С Днем молодежи сегодня поздравил глава города тагильчан. Вручил благодарственные письма 11 лидерам молодежных организаций и предприятий города. Каждый должен чувствовать себя молодым. Хотя бы в душе. Хотя бы в душе. Поэтому, наверное, сегодня можно поздравить каждого, кто чувствует себя молодым. Хотя бы в душе. Поэтому я, наверное, поздравляю в первую очередь всех здесь присутствующих. Глава города отметил, в этот год проходит под лозунгом «Я хочу жить в Нижнем Тагиле». Лидеры организации как раз делают работы молодежи на предприятиях комфортнее. Организовывают конкурсы, спортивные мероприятия и многое другое. Потому Сергей Нозов решил поблагодарить лидеров за работу и вручил памятные подарки. А в музее «Бытый ремесел» выставка с огоньком. Там открылась экспозиция осветительных приборов. Представлено на ней более 50 экспонатов 18-19 веков. Чем зажгли музейщики, расскажут наши корреспонденты. Господи, студенты, гости дорогие, простите, пожалуйста. Нет, это не спектакль в драматическом. Так музейщики встречают своих гостей. Сегодня открытие новой выставки. Антон Васинев – роль тегильского инженера. Он же и создатель, и идейный вдохновитель экспозиции. Сегодня он ведет посетителей от истоков осветительных приборов до наших дней. Керосиновая лампа появляется в 1852 году благодаря усилиям аптекарей Иоанна Игнастия Лукасевича. Благодаря их изобретению появляется керосиновая лампа. Уже в 1853 году при ее свете была произведена первая операция. Это один из самых старых экспонатов – керосиновая лампа. Ее возраст более 200 лет. Попала она в фонд музея, так же, как и многие другие, в качестве подарка. Заливали керосин вот в этот резервуар. Здесь фитиль. Фитиль поднимается, и приток воздуха осуществляется, и за счет этого пламя горит. Надевается колпак, тяга усиливается, и свечение становится равномерным. Канделябры, треножники, уличные фонари. Общей сложности более 50 предметов. Наряду с масляными лампами – формы для отлива свечей. Это первая подобная экспозиция в музее быта и ремесел. Так музейщики решили рассказать не обычно, а привычно. Бытовая такая вещь, которую мы все знаем. Эти лампочки, эти свечи, они до сих пор, в принципе, у нас в ходу. И как-то интересно о них рассказать. Вот постарались наши сотрудники внести какую-то изюминку. К слову, в фондах музея еще более десятка предметов ждут своего часа. Говорят, здесь порадовать посетителей выставка сможет до декабря. Екатерина Лепнягова, Павел Охотников, Егор Егошин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». И это были новости пятницы. После небольшого блока полезной информации подведем итоги недели. Впереди обзор новостей, а также рубрика «Прямая речь». Гость студии сегодня – заместитель главы города Валерий Суров. Не переключайтесь. Добрый вечер тем, кто только к нам присоединился. «Неделя в Тагиле» в эфире. На очереди обзор новостей. Чем еще запомнятся эти рабочие будни? Смотрите прямо сейчас. Жители Волчевки оказались в заложниках. Уже несколько недель не могут уехать в город. Дороги нет, ее размыло из-за дождей. Машины в прямом смысле слова тонут и превращаются в подводные лодки. Труд тагильчана ценил президент. Сотрудники в РАСНТМК получил звание «Заслуженный металлург России». Награду ему вручил полномочный представитель главы государства в Уральском федеральном округе. Яхта сошла с книг. Тагильские моряки построили судно по чертежам Владислава Крапивина. Затем торжественно пустили его в путешествие по Тагильскому пруду. Тагильские прокуроры отправились за решетку по собственной воле. В 12-ю колонию прибыли с проверкой, чтобы пресечь нарушения в исправительном учреждении. Серьезных замечаний не выявили. Одним вузом меньше в городе перестает работать педакадемия. С августа институт станет филиалом профессионально-педагогического университета. Абитуриенты уже начали сдавать документы для поступления. Знак отличия от главы. Тагильские выпускники получили первые серьезные награды. Медали за особые успехи в учебе. Вручил их 11-ти классникам мэр города на торжественном приеме. Тагил готовится принять беженцев. В Россию приехали порядка 500 тысяч гостей из Украины. Возможно, в наш город они приедут тоже. Сотрудники администрации подготовили гостиницы. Люди собирают гуманитарную помощь. На грани голодовки сотрудники предприятия «Кислородмонтаж» готовы объявить забастовку. Восемь месяцев они практически не получали деньги за свой труд. Нынешнее руководство своей вины в этом не видит. Винит старых начальников. Бомба в мэрии. Чиновники города экстренно покинули свои рабочие места. Саперы в здании искали мину. Но помощь пожарных врачей и спасателей не понадобилась. Это были всего лишь учения. Боулинг на дорогах. На тагильских магистралях вновь массовое ДТП. На старой гальянке 8 машин превратились в груды искореженного металла. Водитель, виновник аварии, был бесправ. Готовы лечить. В городе строится новый оздоровительный комплекс. Он появится на вагонке. На объект выехал глава города вместе с генеральным директором УВЗ Олегом Сиенко. Помощь там будут получать как сотрудники предприятия, так и остальные горожане. 100 тысяч за жизнь маленькому тагильчанину срочно нужна помощь у 7-летнего Владика Грубова, ДЦП. И ему экстренно нужен курс реабилитации, который стоит порядка 150 тысяч рублей. Помочь мальчику можно, отправив смс на номер 3443. С текстом «Спаси пробелы суммы» от 10 рублей до 15 тысяч. Примет ли тагил беженцев из Украины? Что готовы пожертвовать тагильчане, чтобы люди, измученные военным конфликтом, чувствовали себя комфортно? Расскажет гость рубрики «Прямая речь» замглавы города по социальной политике Валерий Суров. Буквально через пару мгновений. Гость рубрики «Прямая речь» сегодня заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров. Добрый вечер, Валерий Георгиевич. Добрый вечер, уважаемые тагильчане. Валерий Георгиевич, хотелось бы начать беседу с последних событий. Буквально пару дней назад сообщалось о том, что возможно в наш город прибудут беженцы из Украины. Но, однако, пока никто не приехал. Но администрация города, городские власти готовятся к расселению людей, о том, как их накормить, во что одеть и вообще как организовать их местонахождение здесь. Расскажите, пожалуйста, все-таки ждем гостей или нет? И как город подготовился? Да, действительно, в Свердловской области, в частности, город Нижний Тагил, мы стоим в резерве по приему людей с Украины. И я думаю, что это не случайно, потому что всем тагильчане знают, что город Нижний Тагил и наш город по братьям с Украиной Кривой Рог нас связывают в связи еще со времен Великой Отечественной войны, когда Украина приезжала и размещалась, Криворожский металлургический комбинат размещался у нас на территории Нижнего Тагила. Все мы это знаем. И поэтому, в общем-то, Сергею Стенчу было принято решение о создании оперативного штаба, который должен заниматься как раз определением места и всеми теми вопросами, которые могут возникнуть во время размещения людей на территории нашего города. На сегодняшний день, в общем-то, данные места, они определены, комиссионно были обследованы и приняты для того, чтобы можно было размещать там людей. Соответственно, вопросы решены то же самое и с питанием. Также было принято решение областным правительством, что, в общем-то, на все эти виды деятельности деньги будут направлены из области. Это проплаты за проживание и за питание. Поэтому, в общем-то, мы на сегодняшний день готовы, комиссия определена, и все функции участников, которые должны будут работать во время приезда лиц с Украины, к работе, в общем-то, мы готовы. Когда прибудут, мы пока не знаем, потому что, в общем-то, начали уже приезжать семьи разрозненно, допустим, не бортами-самолетами, а семья самостоятельно принимала решение и выезжают на территорию Свердловской области. Вот по последнему, по крайней информации, две семьи приехали в Каменск-Уральск, сегодня уже они находятся и то же самое, они там у них размещаются. Поэтому мы готовы и ждем, как только приедут, так приедут. Я знаю, что когда в средствах массовой информации появилось объявление о том, что требуется помощь какая-то гуманитарная, это вещи, постельные принадлежности, или даже если кто-то располагает свободной жилплощадью, откликнулось очень много горожан, действительно ли? И даже кто-то был готов к своей квартире на безвозмездной основе предложить? Да, действительно, мы уже начали сбор вещей. Вещи собираются у нас на уровне Красного Креста, это в медицинском училище, и при центре по работе с ветеранами на Ленина-15. Сразу хочу сказать тагильчанам, если кто-то, допустим, готов помочь, это в первую очередь, конечно же, необходимые вещи для гигиены, и самое главное, для маленьких детишек, потому что в основной массе это едут мамы с детьми, в основной своей массе, и пожилые женщины и мужчины, потому что все молодое поколение, которые сегодня остались там, и, по всей видимости, отстаивают свои права на территории Украины. Вот. И, да, действительно, сегодня уже у нас есть шесть адресов тагильчан, которые готовы, изъявили желание, в общем-то, принять семьи на своей территории, на своей жилплощади и разместить там семьи. Ну, а вещи можно принести в пункт Красного Креста в медицинском колледже и на Ленина-15, также в управление, да, официально? С единственной оговорочкой, что вещи должны быть новые и в упаковках. Почему так? Ну, потому что на сегодняшний день у нас уже достаточно вещей, бывших в употреблении, и нам бы не хотелось все-таки, чтобы мы их складировали, складировали, и потом не знали, куда девать. Хорошо. И к другой теме, Валерий Георгиевич, перейдем. Это летняя оздоровительная кампания. В загородных лагерях уже завершилась первая смена, и буквально сегодня некоторые детишки заехали уже на вторую смену в лагеря. Как прошла первая смена без каких-либо ЧП? Как дети отдыхали? Давайте сплюнем, но первая смена у нас прошла, я считаю, что хорошо. Единственное, с чем нам не повезло, это с погодой. И поэтому детишки у нас, они заняты, конечно, но большую часть своего времени, конечно, им приходится находиться в помещениях. Это вот единственный минус, мне кажется, который есть в оздоровительной кампании. Вот пока на сегодняшний момент, на данный период времени. Но будем надеяться, что у нас еще с вами впереди две смены, у кого-то три смены, что погода все-таки настроится, и солнышко наконец-то появится на нашем небе. Ну, а в общем-то выезжали комиссионно в четыре наших лагеря, и, в общем-то, смотрели, как кормят детишек, программу занятости детей, и, в общем-то, смотрели целиком, как и все оздоровительные комиссии, та, которая на следующий день работает на территории нашего города, и замечаний, в общем-то, нет. Пока нет. Есть мелкие недоразумения, но это все в рабочем порядке, и они решаются. С кадрами была решена проблема в загородных лагерях? Да, с кадрами проблемы мы решили, в общем-то, укомплектованность у нас стопроцентная, и как детишками, так и персоналом, которые должны работать с ними. Ну, не секрет, что не хватает все-таки в нашем городе путевок для детей, для тех, кто хотел бы отдохнуть в загородных лагерях, но вопрос этот также решается не так давно. И депутаты городской думы, и глава города выезжали в законсервированные лагеря, какое-то решение по ним принято восстанавливать, либо строить новое. Ну да, действительно, у нас, в общем-то, я уже это говорил, что на территории города более 33 тысяч детей, и, в общем-то, все они, конечно, бы хотели оздоравливаться за городом, а не на территории города Нижний Тагил. Возможностей у нас таких не так много, мы все с вами об этом знаем. За сезон мы оздоравливаем за загородным оздоровлением порядка 6,5 тысяч. Это, я считаю, очень мало для нашего города. Но в этом году мы восстанавливаем, по крайней мере, два аварийных корпуса. Это в звонких голосах, это корпус на 30 человек, это год новый, и в лесной сказке. То же самое, корпус новый, тоже на 30 человек. Соответственно, в следующий год уже на 60 человек мы будем принимать детишек гораздо больше. Я не беру о том, что мы можем перейти в некоторых лагерях и на 4-х сменную отдых. Это мы сейчас стараемся исправить. Все, что касается двух вагонских лагерей, которые у нас законсервированы, стоят. Да, действительно, в том виде, в каком они есть сегодня, Сергей Константинович выезжал, буквально две недельки назад, и мы осматривали территорию этих садов. Конечно же, они в аварийном состоянии, и они не соответствуют полностью никаким санитарным требованиям и нормам, для того, чтобы сегодня эксплуатировать их. Поэтому необходимо порядка 200 миллионов, это минимальная сумма, по всей видимости, которая нам понадобится для того, чтобы реконструировать данные два лагеря, сделать один единый большой, современный и красивый загородный лагерь. По крайней мере, все, что касается места расположения, место расположения очень хорошее, красивое, сосновый бор, смешанный лес, поэтому будем решать эту проблему в части и реконструкции загородных лагерей. Потому что на уровне области сегодня разрабатывается программа, она как раз касается и постройки, и реконструкции, и ремонта загородных и загородных лагерей. Мы будем стараться в эту программу тоже попасть. — Ну, все-таки для тех, кому не хватило путевки в загородный, оздоровительный лагерь в этом году, куда можно съездить? Санатории какие работают? Как туда можно попасть? — Ну, в санатории у нас, конечно же, есть. В этом году, в этом сезоне, скажем так, работают у нас четыре санатория. Это сосновый бор, это ключики, это руж и пихтовые горы. Ну, пихтовые горы у нас — это ведомственные санатории, это уралогонзаводы, и в большей мере там все-таки отдыхают у нас детишки, работников уралогонзавода. Оно в этих распределениях идет, оно идет то же самое на общих основаниях, по тем квотам, выделенным всем, в общем-то, как предприятиям, так и нашим учреждениям. И то же самое детишки оздоравливаются на базе этих учреждений. — Ну, и также и городские лагеря тоже работают, да, этим летом? — Да, конечно, все, что касается лагерей с дневным пребыванием, они работают так же, как и работали в предыдущие годы. И основная их задача, конечно же, это занятость детишек. Они очень много в этом году стараются, по крайней мере, у нас ходить по музеям, но маленькая нона мешает, опять же, погода. В ливневые, когда идут дожди, они вынуждены находиться в помещениях. — Не все летом отдыхают, это касается и детей, многие уже работают, начиная с 14 лет. Как организовано трудоустройство несовершеннолетних? Это и отряды мэра, расскажите об этом, и трудоустройство на предприятиях города. — Ну, да, действительно, в общем-то, Сергею Константиновичу было принято решение о том, что хотя и не хватало в этом году средств, но он сказал, что количество занятых детишек в отрядах мэра не должно быть ниже, чем в предыдущем, в 2013 году. Поэтому полторы тысячи детей у нас на три смены мы набираем, которые сегодня у нас работают, в общем-то, на территории нашего города и занимаются благоустройством нашего города, не только подбором мусора, но и благоустройством нашего города. Ну, хотя, если даже они и занимаются подбором мусора, то занимаются на тех местах, которые сегодня, места у нас неопределены, в муниципальных контрактах. И, допустим, это уборка Лисии горы перед определенными нашими праздниками, перед днем города, перед днем молодежи. Это если дети у нас прибираются. Это хорошо. И если говорить о трудоустройстве на предприятиях нашего города, то порядка 700 детишек сегодня у нас работают. И мы сегодня должны сказать огромное спасибо, в первую очередь, наверное, и Уралвагонзаводу, и Уралхимпласту, потому что на Уралвагонзаводе порядка 60 детей трудоустроено, на Химпласте по-моему 20 детишек у нас порядка 20 детей трудоустроено. Поэтому это здорово, что в общем-то дети сегодня сами могут ощутить, каким образом достаются деньги. И я думаю, что они их так просто тратить уже не будут, а будут тратить, задумываясь, куда потратить и на что. Как раз молодые сегодня уже отмечают свой праздник, потому что 27 июня День молодежи в городе. Торжества пройдут 29 июня в воскресенье. Как будем праздновать, что будет интересного в этот день в городе? Ну, день начнется у нас с раннего утра с автозвука, соревнования, которые у нас пройдут возле КДК «Современник». «Современник». Затем плавно ребята будут перемещаться у нас в парк «Бондина». Там будет очень большая разнообразная программа, поэтому в этом году мы приняли решение, что все мероприятия будут проходить локально, начиная от площади у цирка, затем за КДК «Современник» и парк «Бондина». Вот этот вот круг, так скажем, где будет сконцентрированы все основные праздные мероприятия. Ну и основное, наверное, это тот концерт, который начнется у нас с 20.00, с дискотекой и закончится это все мероприятие в 23.00. И дискотека, и даже с приглашенной звездой, да? Конечно. Вот насчет звезды говорить мы не будем, поэтому, когда молодежь придет, они сами увидят. Ну, есть еще спортивные площадки тоже, это и соревнования по воркауту, да? Да, конечно. И около Дворца культуры Окунева, площадка для скейтеров будет ли действовать? Да, все. Площадка для скейтеров будет действовать, будет традиционно соревнования по стритболу проходить, конечно же. Все это будет. И 28.00, и 28.00, то же самое у нас ряд мероприятий пройдет на горе Белой. По традиции, вот как раз в день молодежи, после него конкурс проводится в городе молодая семья. В этом году определены ли уже финалисты конкурса, как он будет проходить, в какой форме? Да, действительно, молодая семья, это у нас, по-моему, уже в 12-й раз этот конкурс проходит, если я не ошибаюсь. Районные этапы, они уже проведены во всех трех районах города, определены по две семьи-победительницы, которые у нас выйдут на городской этап. Городской этап у нас начнется с 5-го числа, и, в общем-то, семьи у нас будут практически до конца месяца, так скажем, бороться за победу и подведение итогов уже, мы все с вами знаем, это в рамках дня города уже будут проходить подведение итогов и награждение семьи-победителей. Вот таким образом. Традиционно, в принципе, как оно и было. И следующий вопрос, немного забегая вперед, Валерий Георгиевич, накануне в администрации города прошло заседание Координационного совета по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, и в том числе среди прочих вопросов речь шла о 70-летии Победы. Эту большую, великую дату будем отмечать в следующем году, 2015-м. Расскажите, пожалуйста, какой-то план мероприятий уже есть, как город будет готовиться к великой дате? Ну, в общем-то, у нас есть план мероприятий по подготовке к 70-летию Победы, да, такое есть, и там определены, так скажем, блоки, над которыми нам придется работать. Самое главное, то, что, в общем-то, участников войны, мы все с вами понимаем, что их, скажем, годом становится все меньше и меньше. если к 9 мая текущего года у нас дожили до этой даты всего-навсего только 362 человека, и, в общем-то, их, конечно, становится мало. И участвовать, я думаю, что по состоянию здоровья могут только у нас, могут на 70-летию победить только единицы. Вот это жизнь у нас такая. И нам бы хотелось, в общем-то, Сергей Костянович сказал, что самое главное надо начинать, наверное, это с 9 мая, с парада, потому что хотелось бы, чтобы на 70-летие Победы он был, скажем, там, так интересен для всех, и в первую очередь для жителей города Ниждагилх, чтобы они на этом параде увидели, как тагильчане трудились и как тагильчане приближали победу. Соответственно, мы, наверное, должны показать каким-то образом, честно говоря, пока еще, не знаю это все пока, теоретически, мы знаем, как это сделать, но практически еще пока размышляем, каким образом можно показать ту технику, которая выпускалась во время Великой Отечественной, перед войной, та техника, которая участвовала в годы Великой Отечественной войны, вот, ну, я думаю, что у нас время, хоть осталось уже немного для подготовки, но мы, я думаю, что к 9 мая следующего года должны успеть. Ну, и очень много на Координационном Совете, конечно же, спорили это все-таки, что такое патриот, патриотизм, патриот, кто патриот, кто-то говорит, что это тот человек, который служит в армии, да, он патриот, кто-то не идет в армию, тот не патриот. А вообще слово патриот, мне кажется, оно очень широкое, широкомасштабное, потому что патриотом можно назвать человека, который любит, живет в своем городе, да, приносит какой-то имидж городу, прославляет свой город, страну свою. Я считаю, что это патриот своей стороны. Не обязательно, что он где-то на полях сражения отстаивал интересы и права своей стороны. Он тоже патриот. Но понятие патриота, оно более широкое, и мы должны работать в этом направлении в первую очередь. Вот об этом мы и говорили. Хорошо, Валерий Георгиевич, и в завершении беседы вот такой вопрос. Пускай погода, конечно, нас не радует, об этом мы с вами говорили, но проходят такие мероприятия в городе, которые способны поднять настроение тегельчанам. Речь идет о зарождении новой традиции. В минувшую субботу в парке у Демитровской дачи прошло очень интересное мероприятие, оно называется «Субботний променад», свою выставку прямо на улице художники, любой тегельчанин мог прийти и полюбоваться на произведение искусства. Может быть, вы были в субботу, поделитесь впечатлениями, будет ли традиция продолжена? Нет. Субботний променад он будет проходить еженедельно, каждую субботу. И, в общем-то, все желающие тегельчане могут в нем поучаствовать. И самое главное, то, что здесь могут участвовать практически все тегельские художники, не только художники, художники, скульпторы, люди искусства, которые готовы выставить свое искусство на обозрение тегельчан. Ну, и второй момент, то, что каждый тегельчанин, по большому счету, если он изъявит желание, и они смогут договориться, он может приобрести ту или иную работу, это тоже там допустимо. Ну, и все-таки, самое интересное, это то, что люди, те, которые приходили, вот по крайней мере, в эту субботу, они просто ходили, они просто гуляли по этому новому парку, он еще, конечно, у нас в английском стиле, который восстанавливается, так скажем, да, они просто гуляли, они просто разговаривали. И это здорово, по крайней мере, смотреть было со стороны, то, что людям все-таки это нравится. Людям это нравится, значит, людям это надо. И, соответственно, значит, мы идем в правильном направлении, когда, в общем-то, Сергею Алексеевичу было принято решение о восстановлении и воссоздании данной Демидовской дачи. Это здорово, когда есть такой объект на территории нашего города. Так, то есть, прямо завтра можем пригласить тегельчан прийти в парк Демидовской дачи. Да, действительно, у нас завтра суббота, любой тегельчанин, желающий, может прийти, погулять, пообщаться, посмотреть на акваторию пруда со стороны Демидовской, дачи. Вообще, кто там не был, мы советуем просто сходить и посмотреть. А вам спасибо за беседу, Валерий Георгиевич, всех молодых, с их праздником остается только поздравить и попрощаться. Да, молодежь – наше будущее. И мне бы хотелось пожелать, чтобы они оставались в нашем родном, любимом городе, приносили ему имидж, хороший имидж. Ну и самое главное, это, наверное, всем тегельчанам хочется пожелать, чтобы как можно дольше оставались молодой душой, пока человек молод душой, он себя будет чувствовать ровно на столько лет, сколько ему лет в душе. Поэтому всех с праздником! Хорошо, спасибо. А у нас на очереди новости спорта. Не переключайтесь. Рубрику представляет компания «Сенегория». Триумфа и плей-офф не получилось. Россияне возвращаются из Бразилии. Сегодня ночью в игре с Алжиром наша сборная упустила последний шанс выйти в 1-8. Для этого им надо было победить с разницей в два мяча. Матч российские футболисты начали уверенно. На шестой минуте Александр Кокорин пробил мяч головой в левую девятку. В середине первого тайма тагильчанину Олегу Шатову удалось подойти близко к воротам, но мяч пролетел мимо и не попал в сетку. Во втором тайме идиллия российских спортсменов нарушилась. На 60-й минуте центр-форвард Ислам Слимани отправил мяч в ворота Игоря Кенфеева. Еще один тагильчанин Максим Канунников вышел в замене в конце второго тайма, но спасти положение не смог. Итоговый счет матча 1-1. С двумя очками Россия покидает чемпионат мира по футболу, а Ожир готовится к встрече с Германией, которая пройдет 30 июня в Бразилии. Захватывающие выходные ждут тагильчан в конце недели. Уже завтра летающие лыжники ступят на трамплин и горы Долгое. Первыми свое мастерство покажут женщины, они стартуют в 9.30. Следом за ними соревновательную эстафету примут мужчины. В воскресенье бороться за звание лучшего спортсмены продолжат. Начало также в 9.30. Напомню, состязание пройдет в рамках первого и второго этапов летнего Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Посмотреть на важные для города события приглашают всех тагильчан. Не менее важное спортивное мероприятие ждет тагильчан сразу после летающих лыжников. Второй этап Кубка России стартовал сегодня и продолжится до воскресенья. Лучшие спортсмены страны совершат спуск на велосипедах на горе Белое. Трасса для экстремалов будет проходить под кресельным подъемником. Тагильские склоны будут покорить более 100 спортсменов со всей России от Крыма и Санкт-Петербурга до Владивостока и Магадана. Церемония открытия пройдет завтра в 14 часов. На этом у меня все. Главных спортивных событий города смотрите в понедельник. Анна Хабарова, Егор Егошин, новости спорта, Тагилтв. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию Сенегорье и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода Сенегорская залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Такой была неделя в Тагиле и мне остается лишь напомнить, если вы стали очевидцем уникального события, звоните нам по телефону 41 95 51 или оставьте сообщение на сайте www.tagildefistv.ru Автор лучшей новости на этой неделе станет обладателем приза сертификата на сплав по реке Чусовая от спонсора рубрики экстрим-клуба адреналин. Итоги подведем на следующей неделе. Хороших вам выходных и всего доброго!